МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Право знать". Каждый гражданин современного общества имеет право знать, как отстаивают его интересы, добиваются справедливости и требуют соблюдения буквы закона. Этой целью служит сплоченная работа всех ведомств, главная задача которых – не допустить распространения преступности и тем самым защитить население. И одна из ведущих ролей здесь принадлежит прокуратуре. Минул 2018 год, и Щелковская городская прокуратура традиционно оценивает состояние преступности на вверенной территории. И это не просто сухие цифры отчета, мощнейший инструмент дальнейшей профилактики правонарушений. Итак, под надзором городской прокуратуры целых три округа – Щелковский, Фрязинский и Лосино-Петровский – под контролем и деятельность органов полиции, работающей на этих территориях. Координация работы полиции – это важнейшее направление работы городской прокуратуры. Координируя, а иногда корректируя работу правоохранительных органов, удается сдерживать уровень преступности в районе. Эта работа проводится постоянно и основана на динамике преступности за несколько лет, проводится, как правило, с участием руководства всех силовых структур, имеющихся в районе. Какова же динамика преступности в 2018 году на территории трех городских округов? 2018-й в целом улучшил показатели по сравнению с предыдущим годом. Зарегистрировано на 5% меньше преступлений – всего около 2,5 тысяч. При этом показатель раскрытых преступлений увеличен на 12% с учетом раскрытых преступлений прошлых лет. Незначительный рост показали особо тяжкие преступления, они выросли на 2%. В основном же различные виды преступлений совершали реже. На 13% снизились тяжкие преступления, на 29% – уличная преступность, на 27% – подростковая. В прошлом году на 30% меньше совершали грабежей, угоны автомашин сократились почти вдвое. Отличные показатели по разбойным нападениям. Они снизились аж на 70%. Тем не менее, отдельные показатели требуют особого внимания. И прежде всего речь о кражах, ведь этот вид преступлений занимает почти половину всей преступности в районе, впрочем, как и в целом в стране. Это каждое второе преступление в районе. Зарегистрировано было свыше тысячи преступлений, хотя в 2018 году их число снизилось на 16%. В минувшем году нами были проведены координационные совещания по профилактике и раскрытию дорожно-транспортных преступлений, а также краж, грабежей и разбоев. Здесь были задействованы и органы полиции, и органы Следственного комитета, органы уголовно-исполнительной инспекции, службы судебных приставов. Причина выбора именно этого направления – сложная обстановка в сфере безопасности дорожного движения. Как известно, Щелковский район – это пересечение федеральных и региональных автодорог, как правило, это приток мигрантов, передвижение большегружных автомашин и, как результат, это увеличение опасных участков автодорог. Приведу пример. В 2018 году у нас наблюдается рост числа преступлений, совершенных иностранцами, на 28% и на 20% рост преступлений, совершенных лицами, не проживающих в московском регионе. Поэтому безопасность дорожной сферы и контроль за притоком мигрантов – это всегда актуальное направление нашей работы. Как видим, оценивая криминальную обстановку, сотрудники прокуратуры приступают к конкретным действиям, разрабатывают меры профилактики, проводят встречи, семинары, рейды, целевые проверки, привлекая к работе различные ведомства. В городской прокуратуре создано 12 рабочих групп. Круг вопросов, которые ставятся на обсуждение, затрагивают, по моему мнению, все проблемные вопросы. Это и борьба с коррупцией, и борьба с незаконной миграцией, это сфера ЖКХ и строительства, подростковая преступность, оборонно-промышленный комплекс, борьба с терроризмом, раскрытие умышленных убийств, поддержка малого и среднего бизнеса. Все эти направления ежегодно требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Кроме того, одна из задач городской прокуратуры – это надзор за деятельностью подразделений, работающих с условно осужденными и освобожденными из мест лишения свободы, трудными подростками. В этой сфере мы не только комплексно проверяем, но и координируем работу всех субъектов профилактики. И органов полиции, и комиссии по делам несовершеннолетних, органов образования и социальной защиты, а также работу уголовной исполнительной инспекции. Ведь, как подчеркивает прокурор, это тоже один из эффективных методов профилактики преступности. Ведь добиться осуждения виновного – значит уже проложить путь к его исправлению. Добиваясь именно этих целей, сотрудники прокуратуры поддерживают государственные обвинения и контролируют исполнение наказаний. Так, в 2018 году городской суд и мировые судьи постановили 762 обвинительных приговора в отношении 849 лиц. И все же основной задачей всех правоохранительных структур является недопущение преступности как таковой. Формирование законопослушного поведения граждан, уважение и вера в закон – это то, что старается привить населению сотрудники прокуратуры. Просветительская работа начинается еще со школьной скамьи. Мы сосредоточили усилия на правовой пропаганде граждан, формируя законопослушное поведение, прежде всего, у школьников. Наш новый проект «Вопросы прокурору» стартовал в ряде школ. В этом году реализация проекта будет продолжена на территории городских округов Рязино и Лосино-Петровске. В ряде школ Щелкова уже прошли такие встречи с работниками прокуратуры. Диалог с ребятами позволяет корректировать работу с учетом мнения молодого поколения. Именно так и рождается правосознание. Тем самым, задействуя все меры профилактики, работая в тесном контакте с правоохранителями, Щелковская городская прокуратура решает важную государственную миссию – защита населения от криминальных проявлений и соблюдение конституционных прав граждан, о чем население, конечно, имеет право знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова